В программе «Дело время» мы сегодня принимаем Юлию Долгорукову, имиджмейкера, дизайнера, которая помогает нам разобраться в вопросах имиджа. Сегодня мы рассуждаем о том, какое значение имеет имидж для того, чтобы наша жизнь стала несколько лучше. Имидж как способ достижения успеха в жизни, как способ сделать себе карьеру. И у нас есть звонок. Напомню, что по телефону 411-6706 вы можете напрямую к нам позвонить. Приветствуем нашего зрителя. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте можно приступать к формированию имиджа? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Интересный вопрос. Ну, мне кажется, что желательно, конечно, это когда человек уже втроится на работу. Это обычно бывает 18-20 лет, потому что я очень боюсь, когда подростки начинают что-то такое, у них слово имидж иногда имеет такой дворякий характер. Они или вставляют себе какие-то железные штучки, или вот у них имидж очень интересный. Я кажется, я этого очень сильно боюсь. У меня когда сын 16 лет, мы это пережили, он пытался себе в побородок вставить какой-то серебряный шарик. Нам всем стало плохо. Он, к счастью, нам повезло, потому что он оказался в Египте летом со мной, и там друзья были французы. И у них это было совершенно уже не модно. Им сказали, боже мой, Николян, это уже не модно. И он тут же пошел вытащил, сказал, мама, все, я больше никогда этого не один. Ну, вообще-то подросткам свойственно, наверное, переживают вот такие этапы становления. Я советую уже, когда закончить поклонение института, потом приступать к какому-то имиджу, когда уже просто мышление оформится, и будешь знать, конкретно какой имидж тебе нужен. Ну что ж, а сейчас я предлагаю все-таки опять вернуться к тому, например, что может быть модным, ну, в частности, в нашем доме. Вот о таких понятиях модно рассуждать теперь в домах самым маленьким гражданам города Москвы. Как бы вы отнеслись вот к тому, что услышали? К сожалению, плохая была слышимость. Извиняюсь, не совсем. Может, немножко выточните? Ну, понятие директор, понятие специалист обсуждали малыши наши, пытались высказать свое мнение, свою точку зрения по этому поводу. Хорошо, давайте тогда мы продолжим эту тему. Например, вот имидж человека, который занимает определенную должность или стремится достичь этой должности какой-то ступени в своей карьере. Насколько это важно? Насколько важно здесь найти именно свой внешний облик? Ведь все-таки порой работа как-то нивелирует вот эти вот имиджевые рамки, согласитесь. Безусловно, да, конечно. Тем не менее, наверное, все-таки личности хочется себя проявить. Да, безусловно. Тут главное не переборщить как бы самому себе, потому что погоня за модой, и тем более у нас так резко вдруг все появилось в магазинах, мгновенный рост возник, у нас, в первых, и экономика выросла в стране, это, соответственно, люди стали богаче и могут приобрести там какие-то интересные, красивые вещи. А иногда эти вещи слишком яркие, и человек, к сожалению, у которого мало вкуса, покупает все подряд, одевает на себя, и выглядит это, конечно, смешно. Поэтому тут необходимо соблюдать какую-то тонкость, может, больше смотреть на какие-то модные журналы или обращаться к стилистам. Ну, порой, простите, я не соглашусь здесь насчет журналов, потому что они, в общем-то, тоже предлагают некий усредненный образ. И очень сложно это спроецировать на свой интерьер, например, на собственную внешность. А конкретно никогда не надо проецировать, нужно посмотреть, абстрагироваться и создать свой образ. Это, конечно, может быть, не каждому дано, но я думаю, что у нас в Москве масса каких-то, уже сейчас стало интересных, много людей, массовости свои уже обладают вкусом, уже выучились, сейчас только передач идет по телевизору, как бы, обучающих нас одеваться и так далее. Хотя иногда порой мне даже страшно делается, во что эти дизайнеры одевают людей. Я, кажется, даже знаю, как вы понимаете, это не буду уточнять. Но, тем не менее, лучше так, чем уж совсем никак. Но одновременно, конечно, вы говорили о работе. Я считаю, что выделяться особенно не нужно, тут надо какие-то просто иметь приятные пастельные тонна, желательно черно-белые, это могут быть какие-то зеленоватые, коричневые, бежевые тонн. Ну, кому что идет, опять-таки, цвет волосы, цвет глаз, и просто я предлагаю всеми любимый английский стиль на работе. Классику. Конечно, да, это всем всегда нравится, это красиво, это беспроигрышный вариант. Ну, мне кажется, все-таки тоже классика не всегда позволяет подчеркнуть какие-то индивидуальные черты характера, может быть, некую импрессию, если она присутствует. Вот как быть с этим? Чтобы соблюсти определенные рамки, которые диктуются той или иной профессией или условиями проживания в городе, и в то же время выделить в себе что-то, что отличает нас, может быть, в лучшую сторону от других. Как это сделать, вот примирить эти вещи? Ну, может быть, подчеркнуть это какими-то интересными дополнениями бижутерии или платком шейным, который, потому что незаменимый вариант как бы для любого вида одежды. Ну, конечно, не брать с собой веер на работу и так далее. Но, тем не менее, я считаю, что есть много возможностей. Ну, и опять-таки, какая профессия? Допустим, если вы актриса, конечно, вам нужно создать имидж, прийти роскошно выглядеть. Например, допустим, поразить режиссера, прийти с веером. А может быть, это натолкнет режиссера какого-то наоборот. Тут как бы неизвестно, каким образом и что кому нравится. Мой, например, девиз – это не подражать никому. И для меня модно то, что не носят другие. И это, как сказал Аскар Уальт, и тем не менее, я считаю, что это гениально. Я всегда стараюсь, если я вижу, что это на толпе, я эту точную вещь не куплю никогда. Мне в этом смысле очень нравится выражение жителей Люксембурга, как города, так и государства. У них на одном из самых старых домов, который относится к XIV веку, написано следующее изречение. «Мы хотим быть такими, какими мы являемся, какие мы есть». То есть вот некая заявка на право быть сугубо индивидуальными. И вы всячески это подчеркиваете в своих работах тоже. Безусловно, конечно. У нас есть звонок, Юля, давайте послушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня свой образ, у вас свой образ. Мне, например, не нравится, как одевается, не вы, а девушка какая-нибудь, и девушке не нравится, как я одеваюсь. Как понять, у кого есть вкус, а у кого нету вкуса? Спасибо. Спасибо вам. И вообще, что такое вкус? Вы знаете, вкус – это, я считаю, понятие врожденное. Оно дается Богом. И определенных, как бы, эталонов нет. Тут нужно иметь просто внутреннее чувство такта, чтобы ту самую золотую середину, чтобы не, как бы, не перешагнуть ту черту, вот не надеть то, что, допустим, будет смешно, и одновременно, как бы, не упасть вниз, не совсем уже, не сделать из себя стервную мышь. Тут должна быть какая-то индивидуальная внутренняя культура, которая воспитана семьей, мне кажется. Ну, у кого-то это есть, у кого-то нет, а некоторые люди просто сами по себе рождаются гениальными, как Слава Зайцев, например. Увы, таких людей все-таки не так много, как хотелось бы. Тогда что может нам помочь сформировать вкус, вот по-вашему, с тем, чтобы, опять-таки, создать правильно свой имидж и правильно выделить свои лучшие стороны и скрыть, может быть, то, что требует сокрытия? Я думаю, литература, литература непременно. Классическая или современная? Классическая, безусловно. Конечно, классическая. От нее, как бы, я считаю, что мы питаем вдохновение, и это то, что порождает вообще нас все. Это чувство вкуса, чувство такта, чувство правильного слова, потому что, если, допустим, одеться красиво и говорить неправильно, как сейчас очень часто, к сожалению, бывает, это тоже будет несовпадение, и та же самая безвкусица покажется с экранной. И это будет играть против имиджа? Безусловно, конечно. Главный имидж – это наша речь, а потом уже остальное – одежда и так далее. Я от всей души благодарю вас, Юлия, именно вот за эти слова, за эту фразу, потому что, как правило, в последнее время очень много внимания уделяется именно внешним проявлениям имиджа, и мало мы говорим о том, что все-таки все идет изнутри, и речь, естественно, подчеркивает наше «я» или, наоборот, способна это все… Безусловно, это внутренняя красота называется. Так что все эти изнутри слова – это одежда, мысли, а потому не подобает одевать их в рубище, то есть говорить некрасиво и плохо. Ну а сейчас я предлагаю и вам, и нашим зрителям очередать о том, что такое имидж для современного горожанина, и насколько можно использовать активный имидж тем, чтобы достичь определенных ступеней в жизни, успеха в карьере. Юлия, то, что мы сейчас обсуждали с вами, оказывается, может быть, для кого-то новостью, а для кого-то, может быть, и привычным образом жизни. Вот постоянно находиться в некоем образе, в некоем имидже. Не сложно ли это? Получается ли так, что мы как раз какие-то истинные свои проявления своего характера, своей натуры прячем порой за внешними проявлениями? Не получается ли так, что мы, как люди, немножко теряем, проигрываем по сравнению с тем, как выглядим внешне? Ну, мне кажется, что сейчас, по-моему, выглядят все, как хотят. И тут никаких сдерживающих центров, по-моему, ни у кого уже давно нет. Тот, кто хочет выделиться, он выделяется из толпы. А тот, кто не хочет, он так и ходит, как бы, достаточно спокойно и не желая выделяться. Так что тут, по-моему, никаких ущемлений нет. Вот, когда я путешествовала по Европе, я обратила внимание на то, что там не так много людей, которые находятся в определенном образе, то есть имеют определенный имидж. Там как-то вот более нивелированная такая толпа, если можно так сказать. А у нас сейчас действительно стремятся имиджу придать большее значение, может быть, даже, чем он того заслуживает. Как вы это объясняете? Ну, мне кажется, что у нас, как бы, вот, сейчас только появились какие-то тенденции, которые, как бы, нашу страну связывают с Европой, и почему-то все решили подражать ей. Хотя в Европе, на самом деле, как вы правильно сказали, никто не выделяется, и женщины достаточно строго и достаточно классично одеваются. Как бы, выходя на улицу, никто не позволит себе какой-то обильный макияж или мини-юбку. Но достаточно строго в джинсах, и даже те же самые настоящие голливудские звезды, они выходят в джинсах за покупками. И мне кажется, что это как раз нормально. Неестественно каждый день ходить как-то, в общем, супер выделяться, какие-то одеть роскошные туалеты, выходить на обыкновенную дождливую улицу, только для того, чтобы, наверное, привлечь внимание. Нет, это делают определенного женщины, мне кажется, определенного склада в Европе только. Чтобы привлечь к себе внимание и толпу, вы понимаете, о ком я говорю, это как бы не совсем этично. А если у тебя машина, пожалуйста, поезжай в гости, оденься красиво, но когда ты каждый день выпендриваешься, пардон, идешь по улице, чтобы на тебя вот так смотрели, это довольно странно и вульгарно. Это согласно этому рассуждению, что если у человека не особенно много за душой, что называется, да, вот нет такого багажа знаний, может быть, он пытается наружу показать все, что у него есть, и последние деньги тратить на бижутер, вот ее одеть, и пойти по улице, в метро проехать. Это довольно-давно дико, в общем-то, конечно, выглядит, мне кажется. Ну, у каждого как бы свои тенденции, свой вкус, и мы же не можем кому-то запретить. Ну, наверное, можно обратить внимание и на то, что в последнее время, в последние несколько лет очень часто стали обращать на свой имидж внимание именно мужчины, даже, наверное, в каком-то смысле иногда больше, чем женщины. Ну, слава богу, мне кажется, что это как раз приятно, что мужчины, вообще, мне кажется, мужчины даже, по-моему, больше, чем женщины, стали обращать внимание, у меня такое впечатление. Ну, это я. В некоторых случаях, да, но мой муж, слава богу, пока нет, до этого не докатился. А вообще-то, конечно, это приятно, что мужчина следит за собой, почему нет. Для таких мужчин, которые следят за собой, а заодно и за модой, мы предлагаем сейчас специальный сюжет, который позволит им определить, какие джинсы нынче модны, а какие стоит пока оставить, отложить в сторону.